МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начнем. Пауков не будет. В недостроенном парке в районе Зеленого Клина начали демонтировать арки, которые должны были стать своего рода арт-объектами. Однако вместо этого конструкции раскритиковали жители, которые идею, конечно, не оценили. В итоге в мэрии приняли решение изменить концепцию общественной территории. И пауки в новый проект не вписались, поэтому их полностью решили убрать. Демонтажные работы проводят силами сотрудников Бийской службы спасения. Как рассказали в администрации Наукограда, на месте черных скоб появятся более элегантные арки. Завершить благоустройство территории планируют в этом году. Проект уже готов. Известно, что заменят брусчатку, она будет цветная. А еще смонтируют пешеходный фонтан. Тот, который имеется, убирать не будут, а лишь приведут в порядок. Напомним, что на благоустройство парка город из краевого бюджета получил 50 миллионов рублей. Выявленные дефекты подрядчикам придется устранить за свой счет в Алтайском крае. Как сегодня нам рассказал Сергей Войтюк, руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, проводится обследование дорог, отремонтированных в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время представители ОНФ проводят осмотр тех объектов, которые были отремонтированы в городах и районах Алтайского края в рамках нацпроекта. И это не только дороги, сделанные в прошлом году, а вообще все, которые еще находятся на гарантии. В Бийске такая работа тоже ведется. И после выявления дефектов нужно определить, гарантийный случай это или нет, из-за чего он образовался. Виновны ли здесь коммунальщики или же ненадлежащее качество уборки дорог. До 5 июня, ну вот сейчас, когда соберут все, то есть будет уже принято решение на проектном офисе, до какого часа устранить, будет рекомендовать Минстрой. Еще две зеленые зоны появились в Бийске в рамках всероссийской акции «Сад памяти». А в нашем городе акция уже проводится не первый год. Высадили около двух тысяч сосен. Специальный инструмент «Меч Колесова» в руки взяли школьники, студенты, представители администрации, а также общественных организаций. И не смогли пройти мимо жители. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Пасмурная и прохладная погода не помешала горожанам внести свой вклад в озеленение Бийска и добавить ему зеленых легких. Перед тем, как приступить к делу, небольшой инструктаж. Многие сегодня впервые высаживали деревья. Это первый опыт, хотя у меня есть дача. Помогала папе, но это было лет в пять. Эмоции положительные, только положительные. Честно, переживала, когда ехала сюда, потому что я не знала, что вообще будет. И сколько вот, когда сказали численности саженцев, я даже немножко испугалась, но мы хорошо справились. Мы считаем, что это прекрасно садить. Это просто очень занимательное занятие. Вообще очень круто. Мы часто вынимаем. А все ли у вас получилось? Да. Вообще отлично. Конечно, не с первого раза, но мы стараемся. У нас почти все получилось. Да, уже много рядов присоединились. Семьи с детьми, которые в это время гуляли в парке, тоже присоединились ко всероссийской акции. Они высадили свои деревья и получили от этого колоссальное удовольствие. Мимо проходили, увидели всю эту историю и решили приобщиться. Дети в восторге. Нам тоже очень приятно внести вклад в развитие города. Через некоторое время увидеть плоды. Ну, в общем, вот так. В Бийске в рамках всероссийской акции «Сад памяти» высадили около двух тысяч сосен. Трехлетние саженцы предоставили представители компании «Леспромэкспорт». Они же следили за тем, чтобы горожане все делали правильно. Ведь даже малейшая погрешность может привести к тому, что дерево не приживется и погибнет. Ну, сосна – это ее естественный ареал обитания. То есть она здесь росла, вот и на этом месте когда-то исторически росла. Поэтому расти будет это ее место, ее климат, ну, так сказать, прихотливый. Если правильно посадить, все будет хорошо. Самое главное, чтобы в этом возрасте сосна конкурирует с травой. Трава растет быстрее, соответственно, закрывает как бы солнышко от нее. Если не будет попадать солнце, то сосна погибнет. Вот, собственно, все, далее солнце будет расти. А чтобы сосны не высохли, приглядывать и ухаживать за ними будут сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства. Полив мы обязательно предусмотрим. Поливать будем сегодня, мы их не поливаем, потому что предусмотрена такая система, перед тем, как саженцы были накопаны и посажены, они прошли систему болтушки. Все были обработаны и в настоящее время, на сегодня, и нам погодные условия позволяют еще пока что сегодня не поливать. На будущее, конечно, мы предусмотрим полив. Планы на этот участок земли на улице Вали Максимовой были разные. Рассматривался варианты строительства коммерческих объектов. Но впоследствии от этой идеи решили отказаться в пользу живой зеленой изгороди. Улица у нас и так тесновато, а вот зеленых насаждений, в том числе и в центральной части города, у нас очень сильно не хватает. Построить здесь очередные торговые центры, это значит создать транспортный коллапс. А вот приживутся деревья, будет шикарная вообще зеленая зона. Здесь будет газончик широкий, там у нас бульвар. Мечане будут ходить, отдыхать и дышать свежим воздухом. В поселке Котельщиков на месте бывшей стоянки теперь тоже сад памяти. Жители сами вышли с инициативой благоустроить свой район. Прежде чем приступить к посадке, здесь провели генеральную уборку. Мусора наскребли на два грузовика. С озеленением помогли юнормейцы. Высаженные сосны пообещали люди. Затоптать никому не дадут. Не дай бог кто-то что-то сделает. На этом, как рассказали в администрации, озеленение города не заканчивается. В ближайшее время в Бийске появятся еще сотни деревьев. Главная задача все это сохранить. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Будни. А теперь о ковид-статистике. За минувшие сутки в Алтайском крае по данным оперативного штаба зарегистрировано 123 новых случая инфицирования. Выздоровели 108 пациентов, скончались 3 человека. Сегодня в крае 104 пациента находятся в тяжелом состоянии. Из них 36 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего в регионе развернуто 595 коек. В Бийске за сутки всего 8 новых случаев инфицирования. Трое в Смоленском районе заболели. По два инфицированных в Бийском и Советском районах. И один в Зональном. Вы смотрите информационную программу «Будни». Мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. Война с фейками видеоубийского телевидения. С пожара в квартире трехлетней давности гуляет в пабликах Украины, как последствия очередных обстрелов жилых домов. Успешно начали сезон на открытой воде. Амбийские спортсмены приняли участие в каяк-кроссе. О результатах расскажем уже буквально через пару минут. Весь апрель. Ловите скидку. Минус 20% абсолютно на все куртки. Ермак. Митрофаново, 35. Остановка. Вокзал. Весенняя коллекция обуви от белорусских производителей. От 1600 рублей. Успей купить по старым ценам. С 26 по 30 апреля в городском дворце культуры. Компания Теплэка. Единственный российский производитель подобных энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Обогреватель Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долгое время отдает тепло, не потребляя электроэнергии. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5-3 киловатта в сутки. Высокий КПД. Обогреватель Теплэка не сушит воздух и не выжигает кислород. Может быть использован для квартир, заградных домов и других помещений. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно в городе Бийск, улица Мопровский переулок, дом 36. Город Барнаул, улица Папанинцев, 109. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Война с фейками на фоне специальной операции не прекращается. На этот раз обгоревшую квартиру в Бийске пропагандисты из Украины выдали за Одесскую. Это видео было снято сотрудниками Бийского телевидения почти три года назад в квартире одного из домов по улице Липового, где произошел взрыв газа и пожар. Однако накануне эти же самые кадры были использованы украинскими пропагандистами. Видео опубликовали в крупных телеграм-каналах с подписью последствия очередного удара, нанесенного российскими войсками по жилому дому в Одессе. Но этот фейк быстро разоблачили. Как защитить детей от фейков и что делать с протестным поведением подростков? Эти и многие другие проблемы сегодня помогает решить психологическая служба помощи «Ответственное родительство. Счастливое детство». Она открылась на базе Бийского педуниверситета. Реализация программы проходит в рамках федерального проекта «Современная школа», а также нацпроекта «Образование». Алена Кисеева узнала, кому можно обратиться в службу и кто оказывает помощь. Подробности далее в сюжете. В семье дети получают первые уроки воспитания и социализации. Они учатся любить, прощать, радоваться жизни, узнают, что такое хорошо, а что плохо. Однако помимо плюсов, в любой семье есть проблемы, над которыми нужно работать. Для этого в Бийском педагогическом университете запустили психологическую службу помощи. Обращаться в нее могут все жители нашей страны, причем бесплатно. В семье существует очень большое количество проблем. И первая, самая главная проблема – это проблема отцов и детей. Установление позитивного взаимоотношения между родителями и детьми, нахождение точек соприкосновения, взаимопонимания. Вот это первая, самая главная, наверное, задача. А вторая задача – мы обучаем наших студентов. Семья в образовательном пространстве, в условиях риска, кризиса и особой ситуации. Это четыре больших блока, с которыми работает психологическая служба помощи в Бийске. Здесь рассматривают актуальные темы образования и воспитания. Помогают с проблемами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Решают вопросы преступного поведения подростков, интернет-зависимости, школьной травли и многое другое. В службу может обратиться человек с проблемой, которая выходит за рамки обозначенных нами. И мы с этой проблемой точно так же работаем. Это федеральная программа, поэтому мы работаем в содружестве. И вот портал «Растим детей» федеральный позволяет нам осуществлять диспетчерское консультирование. Если к нам обратились с проблемой, которую мы не в состоянии решить, тогда мы переключаем их на Москву. И коллеги уже со своей стороны предпринимают попытки решения всех вопросов. Психологическая служба проводит не только индивидуальные, но и групповые консультации с выездом в образовательные учреждения. Кроме того, желающие могут обращаться дистанционно посредством видеосвязи и письменных запросов. Основным показателем центра сегодня является количество оказанных услуг. И вот буквально за несколько месяцев у нас уже более 7 тысяч услуг оказано нашей службой. Это говорит о том, что это востребовано, это актуально. И, конечно, темы очень актуальны для родителей, которые звучат с разных регионов. Основной состав службы – преподаватели вуза, имеющие ученую степень, а помогают им студенты. Также есть привлеченные специалисты – клинические и медицинские психологи. Все работают по принципу «главное не навредить», а потому оказываемая помощь является анонимной и конфиденциальной. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Будни. Успешно начали сезон на открытой воде. Бийские спортсмены приняли участие в каяк-кроссе. Соревнования прошли в краевой столице на реке Барнаулка. На старт вышли не только каякеры, но и рафтингисты. По условиям состязаний спортсменам нужно было пройти дистанцию около 300 метров. Шли не только по, но и против течения. А еще главное условие – обязательное касание всех буйков, которые были расположены вдоль трассы. Бийск на соревнованиях представляли воспитанники клуба «Скат». Наши спортсмены показали неплохое время. По итогу в копилке бийчан шесть наград. Бронза на счету команды девочек в шестерках. Также им удалось взять серебро в четверках. А парни в этих же дисциплинах завоевали два золота. Кроме этого, среди каякеров лучшее время показала бийчанка Виктория Соколова. А ее дочь Карина Соколова в своей возрастной группе стала третьей. Добавим, что каяк-круз на Барнаулке – лишь один из первых разминочных стартов этого сезона. Впереди у наших спортсменов более крупные соревнования, которые пройдут на бурных горных реках. Проверено временем в Бийске. В городском дворце культуры работает ярмарка белорусской обуви. Здесь вы сможете приобрести весенние ботинки по вполне приемлемым ценам. В такой обуви вы сможете порхать по любым дорогам. Она создана для повседневной носки и будто специально для вас. Многие бийчане уже давно оценили качество пошива белорусских фабрик. Эта обувь простая и в то же время стильная. Но главное ее достоинство – комфорт. На ярмарке вы найдете весенние ботинки для мужчин и женщин с разным типом ног. При пошиве обувщики учили основные проблемы покупателей. А потому выпирающие косточки, полнота и другие особенности уходят на второй план. А вот легкость в каждом движении станет главной причиной, по которой стоит выбрать именно эту обувь. В обуви комфорт-класса вы сможете почувствовать себя прекрасно и непринужденно. Мягкая гнущаяся подошва, современные материалы позволяют шишечкам укладываться спокойно и комфортно. Приходите к нам. Мы обязательно подберем обувь на ваши проблемные ножки. Ярмарка будет работать в Бийске до конца этой недели. Приходите за обновками с 10 утра до 6 часов вечера. Первый этаж городского дворца культуры. И о погоде. 26 апреля в Бийске будет пасмурно. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление высокое. Влажность воздуха будет комфортной. Возможны незначительные возмущения в магнитосфере. И о температуре ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 9, плюс 11. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск. Мой город», на каналах YouTube, Routube, а также на сайте газеты «Бийский рабочий» bework.ru. Всего доброго, счастливо. Пока еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова